Здравствуйте, уважаемые родители! Сегодня мы начинаем цикл занятий, посвященных одному очень интересному, но очень интересной процедуре, которую вы можете делать и должны делать своим детям. Речь пойдет о так называемом шведском массаже. Я расскажу несколько слов о том, что это такое, потому что и в литературе, и среди специалистов бытует огромное количество всяких версий по поводу того, что это такое, зачем это нужно. И сейчас я приоткрою завесу над тем, что это за мероприятие, что это за процедура, и почему очень много всяких версий на тему полезности и необходимости шведского массажа, особенно для детей. Итак, изобретение или внедрение шведского массажа идет от 1912 года, от столицы Швеции, города Стокгольма, где накануне Олимпийских игр 1912 года, которые проходили там, получил травму молодой шведский гимнаст по фамилии Карл Линк, который был восходящей надеждой шведского спорта в те годы. И восстанавливаясь к Олимпийским играм, он заметил, что в тот момент, когда у него происходят совместные процедуры, связанные с массажем на поврежденном плече и с физической нагрузкой на этом же плече, на этих же мышцах, ему становится легче. И через какое-то время, закончив свои выступления, он стал разрабатывать и внедрять в практику методики сочетания гимнастики и физических упражнений сначала среди спортсменов, потом среди больных, ну и впоследствии это переросло и в среду здоровых людей для такой вот физического поддержания организма. Итак, еще раз шведский массаж – это сочетание физических упражнений и массажа, ну, может быть, если мы говорим о лечебной точке зрения на лечебно поврежденные мышцы и органы, а если мы говорим с точки зрения здоровья и оздоровления организма, то на все тело. И с сегодняшнего дня мы с вами будем изучать массаж и упражнения для ребенка разных возрастов, не только для больных с какими-то заболеваниями, но и для здоровых, и для детей с любыми нарушениями. Причем первоначально мы будем с вами говорить о гимнастике и массаже исключительно с целью оздоровления, с целью поддержания иммунитета, с целью развития, правильного развития ребенка. Почему? Потому что любой массаж, любая физическая нагрузка, если она осуществляется правильно, и вот здесь услышите меня, пожалуйста, ключевое выражение во всем этом, если она осуществляется правильно, она приносит очень большую пользу. Именно поэтому мы уделяем время, и будет время достаточно много, чтобы вы поняли, как это правильно нужно делать. Массаж и физическую нагрузку надо начинать делать ребенку практически с первых месяцев жизни. причем, ну понятно, что если дети там, скажем, родились в тяжелом состоянии, находятся там в больницах, в специальных боксах и так далее, то они должны поправиться и потом начать. Если у вас ребенок дома, то нужно уделять ему внимание, не перекладывая это на бабушек, дедушек и так далее. Этим, я считаю, это глубокое мое убеждение, должна заниматься мать. Почему? Потому что, помимо всего прочего, в этот период, в период общения матери и ребенка, крепнут энергетические, биологические нити, связывающие организм ребенка с организмом матери. Ребенок получает не только заряд физической активности, но и заряд энергетической активности, заряд добра, спокойствия и ощущения защищенности. Значит, сначала определенные общие правила, чтобы мы каждый раз к этому не возвращались, которые нужно знать. Значит, занятия с ребенком нужно достаточно проводить, если мы говорим о чисто физическом, по несколько минут, ну, практически каждый раз, когда вы ребенка переодеваете, не надо специально его раздевать, но когда вы его переодеваете, когда меняете бамперсы, когда его там подмываете, он голенький оказывается на пеленальном столе, вот тогда в этот момент вы осуществляете несколько специальных движений, которые и делают его массажные движения, которые являются вот этой процедурой. Значит, ну, понятно, что желательно, чтобы в этот момент комната была проветрена, был свежий воздух, не было бы достаточно холодно, температура должна быть не менее 24-25 градусов при этом. Желательно это осуществлять утром или днем, вечером перед сном, это делать не рекомендуется, потому что очень часто такие процедуры возбуждают ребенка, повышают его активность, и он просто не уснет нормально. Поэтому не надо лишний раз провоцировать его сон. Значит, дальше, если по каким-то либо причинам ваше помещение прохладно, то всего открывать ребенка не обязательно, открывать только ту часть тела, с которой вы работаете. Далее, все массажные движения осуществляются абсолютно сухими руками. Вы не используете никакие крема, никакие присыпки. Не надо этого делать, даже с учетом того, что если ребенку по каким-то медицинским показаниям показаны какие-то крема или присыпки, их применение не надо совмещать с массажем. Поэтому вы делаете, как говорится, массаж отдельно, это отдельно в разное время. Не сочетая массаж, вы делаете на сухую, хорошо вымытыми, ну и, может быть, дезинфицированными руками, то есть, ну, какие-то спиртовые салфеточками протерли, ну, на всякий случай, чтобы, если где-то незаметная ранка у ребенка есть, на коже, чтобы не повредить и не осуществлять какую-то инфекцию, внести. Максимальное время, которое вы уделяете ребенку, тратите на один сеанс, должно быть не более 6-7 минут. Не надо делать больше. Вот. А когда вы начинаете, это должно быть вообще где-то 2-3 минуты, постепенным увеличением времени. Не надо делать больше, лучше сделать это 2-3 раза в день. Именно вот по этому времени. Значит, если есть какие-то покраснения, аллергические проявления на коже и так далее, то эти места вы проходите очень аккуратно, более поверхностно, не втирая, не натирая их. Не надо их обходить, если только нет гнойничков. Вот если какие-то гнойные высыпания на коже, то этот участок вы не трогаете. Если просто что-то типа крапивницы, то, пожалуйста, это не помешает. Наоборот, массаж поможет ликвидации этого процесса. Ну и противопоказание к таким проценурам являются острые заболевания, повышенная температура, какие-то тяжелые хронические заболевания у ребенка. Если они есть, то каждый раз индивидуально, пожалуйста, обращайтесь. Я буду давать вам рекомендации, что можно, что нельзя делать. В дальнейшем мы разберем комплекс упражнений при патологии той или иной системы. Будет специальное упражнение, может быть, для кого-то это окажется полезным. А сейчас мы с вами говорим об общих рекомендациях. Скажем, ребенка, который физически более-менее здоров, нет тяжелых хронических патологий. Итак, значит, определенные правила, которые используют массажисты. То есть, в конечном итоге, я вам хочу сказать, что с сегодняшнего дня вы начинаете проходить учебный курс детского массажа. Вот так это можно сказать, чтобы вы, так сказать, ощущали себя в какой-то степени профессиональными детскими массажистами. Поэтому я вам говорю о том, что вот сегодняшний день мы начинаем, ну, если хотите, преподавание курса детского массажа плюс определенных упражнений. Поэтому это будет называться курс детского шведского массажа. Значит, помимо того, что я сказал, вернемся к общим правилам для массажиста. Во-первых, ничего не нужно делать в попыхах. Вам должно быть удобно, ребенку должно быть удобно, одежда ваша должна быть свободная, но такая, чтобы вы не ерзали краями одежды по телу ребенка, должно быть все поднято, рукава должны быть короткие, халат там не распахивающийся периодически и мешающий вам работать. Упражнения и приемы должны быть делаться очень осторожно, мягко, без всякого давления, без всякого натяжения со стороны ребенка. И нагрузка должна быть постепенной, без резких движений, без всяких тянущих каких-то элементов, а как это осуществить правильно и поэтапно, я вам расскажу на нашей следующей встрече. А пока мы с вами прощаемся, до скорой встречи и берегите себя. отчасти